Жизнь важного для проекта человека, Великий Устюг Родины Деда Мороза Татьяны Муромцевой много лет было связано с образованием. Татьяна Павловна работала председателем районного комитета профсоюзов работников образования. В акционерном обществе Деда Мороз я пришла в декабре 2000 года. Я была уже пятым директором этой организации. Ну и естественно, что поскольку образование было рядом со мной все время и все эти годы, педагоги, организаторы вне классной работы школ очень много помогали в первое время для организации прочтения писем от Деда Мороза. И к Деду Морозу организации праздников, мероприятий всевозможных. И акционерное общество состояло совершенно из небольшого количества человек. Это было порядка 10 человек. Люди получали 30 рублей заработную плату. Но самое главное было то, что каждый мог дополнять друг друга. Вместе читали письма Дедушке Морозу, вместе встречали поезды, организовали экскурсии, устанавливали связи с турфирмами из других городов. Первые поезда мы начали встречать в январе 2001 года. В 2000 году был поезд. Я встречала поезд с 2001 года. Это в основном были поезда, которые приходили на станцию Великий Устьюк. И поезда это были правительство Москвы. Юрий Михайлович Лужков тогда очень поддерживал проект Великий Устьюк. В родине Деда Морозова выделялись деньги и дети бесплатно со всех префектур Москвы приезжали за хорошие результаты в своей учебной деятельности, общественной организации. Детских очень много приезжало. Мы принимали на станцию Великий Устьюк. Работать было сложно, но интересно. Чтобы встретить гостей с поезда, бывало не хватало автобусов. Да и общественный транспорт был далеко не таким, как в столице. Не хватало экскурсоводов и специалистов в сфере услуг. Но с поставленной задачей справлялись. Находили выход всегда. Мы старались принимать поезда на пятерку. И нам активно помогали, активно помогали нам и правительство Вологодской области. И тогда мы тесно работали еще с педагогическим колледжем. В педагогическом колледже было открыто отделение туризма. И началась подготовка тогда первых кадров по туризму для Великого Устьюка. У меня до сих пор работает отличница. Отлично закончила педагогический колледж отделения туризма. Это Наталья Игоревна Баршовец. Вот это наша надежда и опора. Прекрасный человек, прекрасный работник. То есть это были выпускники педагогического колледжа. Проект Великий Устьюк Родина Деда Мороза постепенно начал набирать обороты. В гости к волшебнику стали приезжать семьи со всей страны и даже из-за рубежа. После 2001 года мы уже принимали по два поезда, по три поезда. Ну а сейчас в 2017 году мы приняли 17 туристических поездов. Не только из Москвы мы принимаем поезда. И с Екатеринбурга туда подтягиваются дети. И с Новосибирска, Тюмени, Екатеринбург, Челябинск. Это и Казань, это и Нижний Новгород, это и Москва, это и Санкт-Петербург соответственно. Сегодня Акционерное общество Дед Мороз – это гостиница, объекты туристического показа, предприятия общественного питания, разработка экскурсионных туров и многие другие успешные направления работы. А коллектив предприятия вырос с 10 человек до 100. В сегодняшнем мире, когда все решается словом компьютера, решается какими-то волевыми решениями, для многих сказка – это такое забытое далекое вещество или забытое далекое представление, что на сегодняшний день, когда люди возвращаются в сказку, приходят в нее, они становятся немножко добрее, немножко приземленнее и немножко сострадательнее подносятся к окружающему миру. Надо верить в сказку, и тогда она придет в твой дом, в твою семью, и все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин